Всем привет! Добро пожаловать на мой канал о жизни в Северной Италии. И сегодня мы отвечаем день рождения моей свекрови. Сегодня юбилей 70 лет. Едем сейчас после ужина на торт, а завтра на обед едем в ресторан. Ну и в общем-то мой муж купил цветочки, также моя дочь купила розочку. Вот такой вот букет. Так что едем в гости. Ну вот моя свекровь прочитала открытку, которую ей написала ее дочь. Такие вот поздравления в Италии. Сейчас она открывает свой подарок на день рождения. В Италии обычно не пишут так, как в русском понимании, что желаю здоровья, счастья и так далее. Пишут что-то такое интересное, ну или обычное, какую-то обычную фразу. Вот такой вот получила подарок. Это статуэтка Тун. Спящий ангел с закрытыми глазами и открытым ртом. Этот бренд Тун, он очень любим итальянцами, а также, конечно, коллекционерами с других стран мира. Это такие милые керамические изделия, напоминающие какие-то детские сувениры из мультфильмов, можно сказать. Ну, в общем-то, символ города Болцано и региона Тринтино-Алто-Адиджа. И моей свекрови очень нравятся эти статуэтки, поэтому мы ей подарили. Здесь вы видите торт на 70 лет, который не испекла моя свекровь, а заказала. А также она сделала, как вы видели до этого, шоколадную колбасу. Я помню, что моя мама в детстве тоже такую колбасу делала. И вот этот ангел Тун. И, в общем-то, цветочки. А здесь, слева, вы видите мой ангелочек. У меня тоже есть похожий. И тоже у меня есть коллекция Тун из разных, так скажем, статуэток. Ну, в общем-то, так мы посидели. Вчера вечером у свекрови пришли после ужина. И, в общем-то, на торт подарили подарок. А сегодня на обед к часу мы едем в ресторан. И я вам показываю немножко дорогу, потому что у меня в каких-то видео давным-давно спрашивали, почему в Италии нету зелени. Дело в том, что когда я показываю центр какого-то маленького городка, то обычно там зелени мало. И вот я вам говорила, что вокруг сел, деревень и городов всегда все зеленое. Сейчас я вам показываю дорогу. Это деревенская дорога, вот такие в Италии села. Это, конечно, не центр. Это за пределами села уже. То есть такие вот идут дороги, на которых находятся магазины, частные дома или многоэтажные дома, то есть квартирные. Обычно это двух-трехэтажные вот дома. Это такой вот деревенский коммерческий центр. Ну, знаете, Италию, конечно, итальянские села и деревни нельзя сравнить с российскими, например. Или как в понимании советского человека, что такое село и деревня. Это больше похоже на маленькие средневековые городки в миниатюре. И здесь они называются не деревни и село, они здесь называются Антико-борго. То есть средневековый городок. Но он очень маленький. То есть в таких городках, вот мы сейчас проезжаем мимо одного такого села, средневекового маленькой деревушки. Называется она Сачиле. Там проживает 19 тысяч жителей. И это провинция города Пор-де-Ноне. Я вам про Пор-де-Ноне уже снимала. Оставлю ссылочку в первом комментарии под этим видео. То есть, например, в городе Пор-де-Ноне живет 51 тысяча жителей. А потом вот в таком провинциальном городке провинции Пор-де-Ноне живет 19 тысяч жителей. И сами вот эти маленькие села, под ними тоже находятся фрационы. То есть маленькие села, где проживает от 500 до 4000 жителей. То есть само вот такое село около себя имеет тоже еще 10 маленьких. И вот вы видите, что между селами идут поля и маленькие такие вот деревушки. Это вот, это, кстати, и есть маленькая деревушка. Это уже, так скажем, под подразделение села, даже не знаю, как сказать, ну, фрационы. Ди антико-борго, да. А сам антико-борго, это тоже провинциальное, так скажем, село, например, уже среднего города, такого как Пор-де-Ноне. И сейчас вот мы подъезжаем, мы едем в ресторан сардской кухни. То есть здесь вот мы уже приехали, сейчас уже вот поворачиваем на парковку перед рестораном. То есть это кухня Сардинии, да. Есть такой остров в Италии, остров Сардинии. Здесь, значит, готовят все продукты сардские и рецепты сардской кухни. И продукты, конечно, тоже привозят именно с острова Сардиния. Вчера вечером мы приехали только на торт, и послезавтра моя свекровь отмечает свой день рождения также с коллегами. Посмотрите, как она красиво одета. Как красиво, как красиво. Белисимо. Фуксия. Да, 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 красиво. Очень красивое платье у моей свекрови цвета фуксия, платье-футляр. Это платье считается в Италии очень элегантным и в то же время простым. То есть это называется здесь фине. Фине – это простая элегантность. То есть элегантность со вкусом. Не вычурная, да. Ну, в общем-то, да, вот такое вот у нее платье сегодня. Поэтому я вам показываю. Лица я, к сожалению, вам должна вот такую мозаику поставить, потому что мои свекры не знают, что у меня есть канал YouTube. И по этой причине я не могу без их согласия и выставлять. Понимаете, может быть, я им скажу через год, а может быть, вообще никогда. Поэтому, в общем-то, не снимаю конкретно у них в доме. Могу снять только сад и не снимаю их самих. Сейчас я вам показываю обзоры ресторанов, в которые мы приехали. Очень-очень приятный. Я на самом деле здесь второй раз всего. Хотя мой муж и моя дочь с бабушкой и дедушкой, с моими свекрами здесь были, может быть, раз в пять где-то. Очень люблю смотреть интерьер итальянских ресторанов. Они все очень домашние, очень уютные. Часто со вкусом оформленные. Здесь есть несколько помещений. Сейчас я вам снимаю помещение, которое находится прямо при входе в ресторан. И здесь вы видите, что столики пустые, потому что, в общем-то, все хотят находиться на веранде рядом с парком ресторана. Вот так вот выглядит касса. То есть здесь такая стойка, можно подойти, может быть, кофе выпить. Видите, кофейный аппарат. И, как вы видите, кораллы нарисованы, потому что, в общем-то, ресторан тоже оформлен в сардском стиле. Конечно, не все. Я обожаю Сардинию, поэтому я сразу понимаю, что здесь именно сардское, а что нет. Но есть, конечно, некоторые блюда. Также коврики вот эти, которые вы видите, салфетка на столе, это сардская работа. Если вы приедете в Сардинию, там во всех сувенирных магазинах продаются коврики, наволочки для декоративных подушек, скатерти. Вот именно сардской работы она очень плотная ткань, и ткут ее, в общем-то, руками, хотя сейчас, конечно, также и фабричного производства. Ну вот, посмотрите, мебель в таком очень приятном стиле. Может быть, кто-то называет это стиль Прованс, но это, конечно, есть также в Италии, особенно вот около моря. Ну вот, сейчас мы подошли уже к веранде, видите, как здесь сделана, так скажем, крыша, покрыта соломой. Вот наш стол, все уже сидят, изучают меню. Ну, в общем-то, я всегда последняя прихожу в ресторан и последняя ухожу. Я думаю, что мои родственники в недоумении, потому что никто не понимает, зачем я это все снимаю. Дело в том, что они не знают, что у меня есть канал YouTube. Но я им говорю, что мне просто нравится снимать, и я это делаю для себя. Поэтому, видите, я, к сожалению, не могу вам показывать лица. А мой муж знает, но он не хочет, чтобы я его показывала. Да, ну вот такой вот ресторанчик. Очень-очень приятная атмосфера. Действительно, здесь очень много свадеб, кстати, празднуют тоже, да. Особенно весной. По субботам. Свадьбы в Италии обычно празднуют в субботу. Вот. Здесь вы видите меню. Можете, конечно, остановить и посмотреть. Блюда сардские, как я вам уже сказала, и на цены. Очень приятно, конечно, удивляют цены. Ресторан называется Da Alessandro e Margherita. То есть у Александра и Маргариты. И находится он недалеко от фонтана Фредда, в маленькой деревушке под названием Наве. То есть это в провинции города Пор-де-Ноне. Ну вот так вот мы вторые здесь пришли. То есть когда мы пришли, ресторан еще был пустым и был занят только один столик. И вот мы. Но сразу же после нас, ресторан, вся терраса заполнилась. Мой свекр заказал всем холодные закуски. И потом сразу второе блюдо. Это будет Пор-Чай-Ду. Это значит поросенок запеченный по-сарцки. Так что вот и все. Ну и с гарниром, конечно. И вам хочу показать, пока все сидят и ждут закуски. Я вам хочу показать, как выглядит парк. Поэтому вы понимаете, что в таком парке можно сделать фотосессии для свадьбы тоже интересные. И видите, люди уже начинают подходить. Хотя, я говорю, через минут 15 все эти столики будут заняты. Но я уже с полным залом людей снимать не стала. Поэтому решила снять до появления. Пока, в общем-то, пусто. Вот такая вот закуска. Каждому принесли такую тарелку. Это все сарцкое. Видите, это такой хлеб, корочка, как типа блин. Это называется каразао. Сарцкий хлеб, очень тонкий. Вот видите, с кремом специальным. И также колбаса, ветчина, сыр. Все сарцкое. Оливки тоже приготовленные по-сарцки. Дети одну закуску разделили на двоих. Ну, а у взрослых у каждого своя вот такая тарелка. Эта тарелка стоит 15 евро. Вот одна такая тарелка, как вы видите. Очень вкусный вот этот салат. Здесь обжаренный шпек с орехами и сыром. Сверху натертым. Грана. Нет, не грана, а этот. Пекорино стаджонату. То есть сыр Пекорино выдержки, долгой выдержки. Очень вкусный. Я обожаю Пекорино. И вот второе. Нам принесли поросенка, приготовленного по-сарцки. Я должна сказать, что он очень был вкусный. Я никогда в жизни не ела такую вкусную свинину. Ну, конечно, это молодой поросенок, да. И корочка вот эта вся коричневая. Она такая вкусная, хрустящая. Прямо таяла во рту. Ну, очень-очень вкусно. Детям принесли вот отдельно Котолейта ла Миланейзе с картошкой фри. Ну, а также нам принесли вот такой гарнир. Картошка и дзукини, значит, приготовленные, ну, запеченные, да. И свежие овощи. И еще сыр, вы видите, долька. Это тоже Пекорино стаджонату. Ну, это вот мой муж ест свинину. Ну, я должна сказать, что действительно очень-очень вкусно. Вина тоже все мне понравились, вкусная. И что очень интересно, это то, что, как вы видите, значит, косточки просто отделялись как по маслу. И что, как я вам хотела сказать, приятно удивило, это то, что атмосфера, конечно, как вы видели, очень красивая, вкусная все, да. И при этом все достаточно дешевое, потому что вот такая большая тарелка закуски стоила 15 евро. А порция поросенка получилась на 18 евро. Поэтому, ну, в общем-то, мы наелись. Должна сказать, что мы свинину всю не доели. Положили в специальный контейнер и нам отдали. Это взяла с собой свекровь. Так что у них еще и на ужин достанется, конечно, поросенок порчетду, сделанный по-сартски. Порчетду – это не на итальянском языке, это на сартском диалекте порчетду. На итальянском языке это была бы поркетта. Вот, ну, в общем-то, здесь я делаю фотографии моей свекрови вместе с внуками. Ну, и потом вот сделаю вам видео, как она фотографирует своих внуков. Сейчас они отвернулись. Ну, вот потом повернутся. Я, конечно, балдею вот от этих гортензий. Очень-очень красивые гортензии. Большие прям такие головы. Очень красиво. Мне захотелось сразу купить такой сорт. Но дело в том, что у меня в саду мало тени. У меня в основном сад весь на солнце, а гортензии не любят, когда целый день жара. И вот так вот на открытом солнце. Видите, здесь есть деревья, поэтому они хорошо приросли. Смотрите, какая большая, большой цветок. Красивый сад около ресторана. Очень красивые гортензии. Ну вот, моя свекровь тоже делает фотографии. У нее, конечно, нет социальных сетей, но она все-таки на WhatsApp, в истории WhatsApp ставит фотографии каждый день. Она у меня тоже, как и я, любит очень цветы, красоту. Тоже она эстет и очень любит делать что-то своими руками. Потом мы поедем к ней после ресторана в гости. Я немножко покажу ее хозяйство, сад. Хотя внутри дома не буду снимать. Ну вот я снимаю вот здесь. Вот так мне понравилось, как тут оформлена эта стенка, потому что я взяла идею к себе. Хочу так же сделать у себя на террасе, поэтому, в общем-то, и снимала для себя, так можно сказать. Вот мы вернулись, погуляли, вернулись выпить кофе. И, в общем-то, наш обед закончился. Вот такая красота. Я, конечно, всегда наслаждаюсь вот таким интерьером красивым, да, потому что дома у себя же невозможно все это сделать, иначе это будет как музей. Поэтому дома сделаю что-то, но потом хожу по виллам, по ресторанам, и, в общем-то, всегда наслаждаюсь, как оформленный. Если мне нравится оформление кухни, то я обязательно, это становится моим излюбленным местом. И я потом обязательно возвращаюсь в такие места. Вот, так что для меня, мне это радует глаз, и вообще это меня как напитывает, что ли. Я питаюсь этой красотой, у меня поднимается настроение, и потом на весь день хорошее настроение, скажем так. Ну вот люди отдыхают, парочки, как вы видите, всех возрастов. Да, я просто не снимала других людей, потом, конечно, ресторан наполнился, были пары и за 50, были пары молодые, 20-летние. Так что вот такое сегодня воскресенье. Люди, вот, в воскресенье итальянцы и в субботу и воскресенье, в общем-то, стараются обедать и ужинать в ресторанах. Ну, обычно ужина это пиццерия, а вот обеды обычно это в ресторанах в Италии. Посмотрите, как красиво сделана лампа, как цветок. Ну, вот здесь, пожалуйста, салами, сардские салами. Я знаю, что на русский манер называют салями, но мне это ужасно режет слух, поэтому я говорю так, как это произносят итальянцы, салами. И вы видите, вот эти коврики, это чисто сардская работа, вот это и есть сардская выработка ковра, то есть сардские коврики, да. Ну, в общем-то, вот такая красота. Вот так вот мы отметили 70 лет моей свекрови в ресторане, так вот мы пообедали. И сейчас уже все пошли в машины, как я уже сказала, я всегда последняя. Ресторанте до Алессандро и Маргерита, как я вам уже сказала, недалеко от Фонтана Фрейда. Я вам сейчас тут оставлю адрес, чтобы кто живет в Италии мог позвонить, сходить, кто живет в провинции Пор-де-Ноне или недалеко от Пор-де-Ноне. Вот, и сейчас мы едем в гости к моей свекрови, не на торт, потому что торт мы ели вчера вечером, а сейчас мы едем на фрукты. То есть едем есть арбуз, едем домой, потому что у нас жуткая жара, конечно, на видео это не передать. На самом деле сегодня 34 градуса, вот сейчас едем по автостраде и покажу вам хозяйство моей свекрови. Это ее дом, значит, мы приехали первыми из-за того, что мы едем на двух машинах. На одной машине я с мужем и моей дочерью, а на второй, в общем-то, мои свекра и моя заловка с мужем. Вот, а здесь такой гараж красный, хотя это домик-гараж, моя свекровь переделала в кухню. Это летняя кухня, там диван, там можно даже спать, это такой маленький домик, обычно иногда даже Рождество там отмечаем. Ну или когда моя свекровь делает консервы, варенье или мед, кстати, вот у моих свекров есть улья, сейчас я вам покажу хозяйство, все, да. Либо она делает консервы, варенье, да, подливки разные, то все это она делает вот в этой летней кухне. Либо что-то жарит в масле, чтобы запах не шел по всему дому, то вот такая у нее есть кухня. Посмотрите на эту беседку, эту беседку сделал своими руками мой свекр, видели, что потолок это была фанера, да, и вот такие вот там занавески. Также, конечно, качели тоже своими руками сделал, только то, что вот эти пластмассовые сидения купил, конечно. Ну и вот такие вот цветочки красивые в саду. Сейчас мы зашли на кухню, и вот я вам показываю мой вчерашний букет еще живой, да, стоит хорошо, и вот он арбуз. Моя свекровь уже приехала, переоделась, как вы видите, в домашнюю одежду, потому что жара невыносимая. Вот, сняла платье-футляр и одела домашний сарафан. И я вам ускорила видео, потому что моя свекровь никак не могла порезать арбуз. Вот подошел мой муж и, в общем-то, помогает ей, как говорится, сделать, разрезать арбуз легче. Ну вот такая красота. Посмотрите, какой цвет. Арбуз очень сочный, красивый, красный, вкусный. Вот так вот мы приехали его есть. И так, кстати, летом очень часто мы приезжаем на кофе и на арбуз. Иногда на мороженое тоже. Ну, обычно это всегда арбуз летом. Как вы слышите, Маяс и кровь говорит на фрюландском диалекте. Вот, а это ее красивые такие гортензии. Очень интересный сорт. И, в общем-то, сейчас я вам покажу ее хозяйство. Она у меня, конечно, синьора элеганте. Очень со вкусом всегда одевается. Очень за собой ухаживает. То есть, ногти, маникюр, педикюр всегда есть. Посмотрите, какой здесь они сделали пруд, так скажем. И цветут водные лилии, как вы видите. Также здесь есть рыбки красные, но сейчас их не видно. На самом деле, там у нее стайка красных карпов. Маленькие, правда, они. Вот такой вот пруд. И достаточно большой сад. Это все фруктовые деревья, вы видите. Да, и за этими деревьями огород, который вам сейчас покажу. Также, конечно, не могу не показать овчарку. Посмотрите, она совсем молоденькая. Ей еще, наверное, будет исполниться. И вот, посмотрите, ули. То есть, мой свекр, он также делает мед. То есть, мед у нас всегда свой и очень вкусный. У него получается множество банок, которые он, в общем-то, дарит своим друзьям, родственникам. И сейчас мы подходим, в общем-то, к огороду. Здесь очень красивые розы. Посмотрите, они уже отцвели. Но сейчас я вам покажу, какие они были в начале лета. Вот, вот они в начале лета. Какие красивые. Я тоже снимала. Поэтому вот вам сейчас вставила видео с начала лета, как выглядели эти розы. Ну, а сейчас, конечно, уже отцвели. Вот такой вот огород, достаточно большой. Здесь и помидоры, и огурцы, и салаты. Они очень всегда аккуратные, и все подвязано, поливается регулярно каждый день. Поэтому у меня огород маленький из-за того, что потом свекры очень много нам дают своих овощей, и это просто все не съесть. Конечно, если бы у них не было бы огорода, то тогда бы у меня он был бы побольше. Посмотрите, дзукины, это, значит, кабачки по-русски разных сортов. То есть есть темно-зеленые дзукины, а есть также, вот моя свекровь мне сейчас срезает гладиолусы домой, даст 5-6 стеблей. И вот такие вот в полоску дзукины. Почему моя свекровь держит огород? Потому как я, например, слышала, вот посмотрите, это салвия, шалфей по-русски. Посмотрите, какие большие листья, это такая приправа. Ну и, конечно, не обойтись без курятника. Посмотрите, какой большой курятник. И посмотрите, какая курица. Я ее называю ангорская курица или персидская курица. В смысле того, потому что она пушистая. Конечно, у нее другое название. И, конечно же, есть, это утки, это не гуси. Гусей сейчас нету. Но периодически она их покупает, конечно. Ну вот, посмотрите, сколько уток. Хозяйство, конечно, большое. Это потому что есть курочки, очень разные. Посмотрите, вот эти курочки, это необычные. Я их называю курица в штанах. Видите, у них лап не видно, они все пушистые. И вот эти вот белые тоже, вообще тоже очень интересные. Еще там есть одна курица, видите, у нее шея вся голая. Это не потому что болезнь, это такой сорт, то есть такая порода куриц. И посмотрите, какие интересные индюки здесь. Есть очень интересные. К сожалению, они все на мясо куплены. Поэтому этим я не очень довольна. Конечно, яйца у нас всегда куриные свои. Я практически никогда не покупаю, потому что с таким количеством кур, которых держит моя свекровь, яйца мы не покупаем практически. Ну и, конечно, есть свое биологическое мясо куриное, потому как она их периодически, конечно, ест, скажем так. Я бы не смогла, потому что я очень люблю животных, я к ним привыкаю, хотя мясо, конечно, ем. И это такой парадокс, может быть, кто-то посмеется, но это так. Да, но я хотела вам сказать... А, посмотрите, сейчас мне мой свекр покажет, посмотрите. Это был цыпленок пушистой белой курицы, которых я называю ангорские или персидские курицы. Здесь уже подростки, видите, эти цыплята, они уже становятся, уже вырастают, так скажем, у них период подростковый. Вот, ну, а есть также, посмотрите, а здесь мой свекр разводит также, естественно, волнистых попугайчиков для себя, не для продажи. Посмотрите, какое большое количество разных у меня тоже. В общем, мои попугаи, это все попугаи, которые мне подарил мой свекр. Посмотрите, какая красота. Ой, какая красота просто, какая красота тут вообще. Для любителей попугайчиков просто рай. А здесь вольер с корелла, по-русски называется эта порода, потому что итальянцы ее называют коллопсита. Вот, это кореллы, у меня тоже есть корелла, но она у меня белая, такая, больше похожа на расцветку совы, бело-коричневая. И они находятся вместе, мне кажется, с канарейками. Потом вот эти попугаи, у меня таких тоже два взяла птенчика. Порокето дель коллари на итальянском, сейчас не знаю, как он на русском языке называется этот попугай. И вот посмотрите, какие здесь еще попугайчики. Порокето мы находимся уже не в вольере, а в другом месте. Это такая веранда, на которой находятся другие попугайчики. И вот курицы, которые высидели цыплят. Вот такая вот тут черная курица, значит, с цыплятами. И внизу светлая курица тоже со своими цыплятами. Значит, здесь такое, так скажем, ясли птичьи. Очень тепло находится в этом помещении. Действительно, можно сказать, даже как в парилке. И вот здесь есть также парочки, которые, в общем, скоро появятся яйца у этих парочек. Смотрите, какой красивого цвета, прямо аж, можно сказать, бирюзового яркого цвета. Волнистый попугайчик. А здесь вы видите попугая без перьев. Это не птенчик, это попугай, у которого такое заболевание. У него перья просто не растут. Да, ну, в общем-то, вот такое вот птичье хозяйство, которое разводит мой свекр для своей радости. И, в общем-то, из-за этого я тоже полюбила попугаев. Хотя раньше как-то к ним относилось достаточно холодно. И хотела сказать насчет, почему моих свекров в огород и все. Они это делают для того, чтобы иметь свое биологическое мясо и биологические продукты. Потому что я слышала, что кто-то там говорил, что огороды – это для людей, которые экономят деньги, которых нет денег, чтобы купить в супермаркете. Нет. Потому что в Италии огороды заводят не для экономии, а для того, чтобы есть биологические свои овощи, фрукты и, если есть возможность, также мед. Вот именно конкретно для этого. Потому что не конкретно мне, а я слышала в других видео у других блогеров вот такие вот странные комментарии. Поэтому поясняю, что в Италии это делается для здоровья, а не для экономии. То есть, чтобы есть свое. А свое, во-первых, это намного вкуснее. Не сравнить никогда помидоры с огорода Италии и помидоры, которые продаются в супермаркете. Это вообще как есть траву, вообще безвкусные какие-то. А в огороде все-таки они сладенькие. Ну, в общем, вот такое у меня получилось видео с дня рождения моей своей крови. Показала немножечко хозяйство, которое есть, как и сказала, внутрь. А посмотрите, какой здесь красивый фазан, кстати. У него есть еще и павлины, я их вам не показала. Ну, все, не сразу не покажешь. Вот один фазан улетел. Золотой был фазан, а это красный фазан тоже красивый. Так что, как я вам уже сказала, внутри дома я снимать не могу, потому что мне нужно спросить разрешение. Я не знаю, дала ли бы мне разрешение моя своей крови. Вот, ну, про то, что у меня канал YouTube, не знаю, может быть, даже никогда не скажу, потому как я думаю, что они этого не поймут. Честно вот скажу. Так что вот так вот такой у меня получился влог. Сегодня дня рождения моей свекрови. И, в общем-то, сада. И, как мы отметили, по-домашнему. И, в общем-то, хозяйство. И вот такие вот дзукины мне дала свекровь домой. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. И до следующих встреч. Пока-пока.